Для начала подвели итоги. Программу по развитию и содержанию дорог и благоустройства Владивостока в прошлом году освоили на 128%. Впервые применили практику, когда на аукционы выставлялись объекты, по которым финансирование работ шло в разных долях на 2015 и 2016 годы. Такой подход позволяет подрядчикам эффективнее использовать свои силы и средства на выполнение долгосрочных заказов, что, конечно, отражается и на качестве выполнения работ. Финансирование работ в пределах 30-50-60% в счет бюджета 2015 года. Остальная сумма шла в финансирование за счет 2016 года. Это нам дало что? Это дало то, что мы в 2015 году выполнили значительно больше работ, значительно больше объемов, чем было заложено первоначально в бюджете 2015 года. Основную часть брифинга посвятили планам на этот год. Впереди сезон дождей и большое значение сегодня уделяют ремонту ливневой канализации. Около трех километров ливневки уже отремонтировали, а еще 300 метров, можно сказать, отстроили заново. Работы по ее улучшению продолжаются, а в скором времени в городе впервые появятся локальные очистные сооружения ливневой канализации. Начнем это строить мы с центра города, начнем с корабельной набережной, чтобы, так сказать, сегодня стоки, которые попадают в Золотой Рог, допустим, в нашу водную акваторию, они хоть и не бытовые, я имею в виду наши стоки, они не бытовые, но все равно там, понимаете, это идет ливневка, там попадают и масла, и различные смеси и так далее. И, конечно, главная тема – дороги. Капитальный ремонт в июле ждет дорожное полотно Партизанского проспекта и участок от инструментального завода до Покровского парка. А на Некрасовском путепроводе планируют восстановить бетонную полосу безопасности, барьерное и бордюрное ограждение и частично тротуарную зону. Асфальт в этот список не попадает, работы будут проходить в рамках подготовки КВФ и при условии своевременного финансирования начнутся в начале июля. Будем закрывать, допустим, одну полосу, ограничивать движение, то есть будет, допустим, не работать не четыре полосы, будет работать три полосы. А вот печально известный Рудневский мост все еще будет ждать своей очереди на капитальный ремонт. Краевые власти отказали городу в выделении необходимых средств на его реставрацию. Последний диагноз, который поставили переходу эксперты – невозможность принимать большегрузы. Ездить по нему разрешено исключительно легковым автомобилем. Проблема только в том, что не все водители соблюдают это обязательное условие. Раз в шесть или в восемь мы там делали, вы, наверное, может, видели, делали рамку металлическую, чтобы грузовики не ходили. Но у нас же как, у нас для водителей знаки – это ничто, они не всегда их соблюдают. Даже если по мосту большегрузы ездить не будут, это вовсе не означает, что он станет более прочным и что ремонтировать его не обязательно. Городские власти в силу возможностей бюджета могут только залатать на нем дыры. От краевой администрации помощи нет, а это значит, что мост в прямом смысле находится в подвешенном состоянии. Анна Бережная, Новости на Восьмом.